Пещера Дракона Очень интересное и красивое место Ну что, стрелял Волка С двумя попаданиями ушел вниз Вот они, Орлы крутятся На снижение идут Ловим вот где-то там Два попадания в Волк далеко не уходят Стрелял его вон там Все посмотрим, где он Вон нашел там Волка Куда его наверх тащить Сейчас целая проблема О! Кабани Лешка Кабанов много Вот со стороны Родники И вот такие горы Шамильского района Вот такие ванночки ручную делают В горах Дагестана Железные тащит очень сложно Высоко После зимы надо подправить Родники Для водопоя скотина Вот такой он Фермерский труд Вод в горах Дагестана Сейчас подправить И будет Вода скотины И вот сюда Такой старый неродник Лопата все есть Даже нож есть Вот дуб Дубовая балка Очень долго она держится Все разрушено Балка держит Плюс арочная система Которая самая мощная В горах применяется Строительство Строительства Домов Ярак Так А я пошел за волком Вытаскивать Под ранг Доброе утро всем Аммалейкум Свернул ночью волка Попаданий было несколько Шлифков 2-3 было И Вот там невозможно было Ночью искать его Очень плотные места Сейчас пойдем по крови Сейчас до крови дойду Так Вот Вот она кровь Кровь Высоко Попадание по корпусу Здесь разгрызгана все Хорошо Хорошее попадание Хорошее попадание Ну и Сверху Такое ощущение Кишки Тошит Приходится тащить волков, снизу вверх, на тропу вытемли. Волчица. Сколько она у тебя съедала? Три дня подряд напал на меня. Как? Да, я тоже на третий день приехал, раньше не мог. Давай еще что-нибудь завяжем, подними его наверх. Волчица такая. Желтоватые зубы, значит около 3 точно. Не меньше. Сама не крупная. Горные волки, не всегда крупные волки. Маленький ролик сниму, как коза по сути. Вот их обидчик тоже здесь есть. Каждый день по одной штуке кушал. Нормально жил? Многие охотники думают о холодильнике, не думают о фермерах. О том, что если волка шакала не стрелять и другой дичи не будет. Вот вчера здесь спустился. Сейчас попробую показать оттуда. Места красивые, сходи нормально. Места очень мощные. Вон там я сзади стрелял. Сзади вышел он. Постоянно. Каждый день приходного года. Утром по обедам разницы не было. Я слышал, что здесь еще лошадь тоже были здесь, да? Да, лошадь тоже были там. Ну здесь я как понял, здесь очень много волков и шакалов, да? Ну, у тебя тогда Мохаммаду набрал, попросил, что Магмед приехал, правильно? Мохаммаду спасибо очень. Мохаммаду, он в этом плане законно по сути человек, потому что он в лицезии, как получил, все он не будет. Потому что чисто не ради забавы. Чисто и то, что, например, вот как ты. Ну, вот, например, у нас там селена женщина, там 20-30 хороших у нее было. За сезон лета все теленки ее убили. Вот, вроде, она получается холостую поработала. У нас 20-30 теленок убила. Потому что это проблема. Вот фермеры, которые здесь ходят, я смотрю, наверху там овцы держат. Там коровы держат. Там же козы держат. У всех это проблема. Но в той стороне тоже все так не говорили. Там тоже спросят, позвони до Мохаммаду, позвони до Мохаммаду. У нас там, когда все выходят, я не могу каждый раз кому-то помочь. Но, в целом, я про Мохаммада скажу. Потому что Мохаммад, как братское отношение, все законное порядки, все как положено, лицензия, все как положено. Я уходил по дороге эту. То Скачубе зонят, то Сторомику зонят. То там Ахти зонят. То, например, Кули зонят. Все зонят ему. Потому что ему это не нужно. Ему помогает эта фермия. Потому что туда он рассказывал. Туда приехал стаи волков. Там лошади терроризировали. Там Кочубейши. Там приехали. Вот месяц назад он строил мою. Моя личная лошадь была здесь. Месяц назад, да? Да. Единственная стадия, которая была. Магомеда лошадь увидели. А ты такой был, как Камач. Его завалили. Тогда тоже я приехал. Тогда тоже я приехал. Одного волка я ранил. Потом очень крупного добыл. Такой шея у него. Вот такой был. Такой крупный волк я никогда не встречал. Один из крупных. В этом сезоне. Он самый крупный у меня. Размер. Не подемный волк, Магомед. Не подемный. Раньше, когда мы маленькие были, Магомед. В школе когда учились. В 2009 годах. В 70-80 годах. Но не было вот здесь горного района. Шаклау не было. Шаклау не было. Сейчас все жалуются. Что они делают. Они не как волки. Душат. Они нападают. Стают там, например. За язык. За нос дергают. За нос дергают. За хвост. За хвост. Задяются. В 00.30 Гринном. В 00.30. В 00.30. Идея. В 00.30. В 00.30. В 00.30. То болезненно, то это когда она умерет Раньше, раньше, я не знаю сейчас как раньше Они выкидывали там или закапали Сейчас это вещи, когда там коровы зарезали, что-то сделали Сейчас как раньше нельзя их выбрасывать Это если их будут выбрасывать Раньше собаки кушали все это, лисы кушали А сейчас вместе их шакал развелось Вот это их пишет, понимаешь? Рожает 12 штук Очень много рожает шакалы тоже Не хочу, чтобы Магомеда увалили туда-сюда Но если вот такие проблемы есть Я думаю, там и правительство тоже решает, наверное Там делают, стараются, тоже молодцы Они тоже делают Ну, Магомед, тебе спасибо большое, потому что семья большая Сколько труд, сколько он это делает Бегает, моет их там, кормит их там, за ним холодно И вот эта какая-то женщина За сезон 20 теленок ее убили Знаешь, она на холостую работала И она в каком состоянии, она в шоке состоянии была Представляете, человек, сутками здесь, когда место находится Там каждый день приходит, забирает Хоть место одна пришла бы хоть, черт с ним Опа, одного попал Здесь не ради удовольствия Ради таких же, которые занимаются животноводством Оцеводством, коневодством Козами, которые занимаются Курейми, которые там... Есть такие фермы, туда тоже приходят они Это чтобы люди, когда они просят, когда у них труд Зря это не делать Поэтому Магомед и другие, и Магомед тоже Вот так эти дела помогают Надо, надо Спасибо, Магомед тебе От души, вам, вам здоровья Всем фермерам здоровья побольше Да, потому что вот Я знаю, что Магомед только помогает этим делать Охоту не ходит, он только на волка Очень редко на птицу тоже хожу, на гуся На гуся Гусь тоже, гусь тоже среди птицы волк Два усила, Серега два снял Два усила, два язма Молодя, какая работа Магусет Красивая Я думаю, Мохаммад, ты в любом городе, если ты позволит Мохаммеду, то в России тебя позволит. Мохаммад, приезжай, Мохаммад. Волки не оставляют. Стараюсь, стараюсь, Мохаммад. По мере возможности стараюсь всегда. Мохаммед, я могу сказать, Мохаммед. За один ночью, сколько умерил Мохаммад? Четыре. Четыре волка. Два раза. Два раза. Еще раз. Еще. Мохаммад, по-моему, Россия. По-моему, Россия сейчас не точно. Холю своего брата, своего друга. Мохаммад, такой человек, с одного выстрела. Сколько у него был Мохаммад? Три. Молодец. Это было так, как он сказал. Я видел ролик. Вот такой холм такой был. Сбоку он стоял. Это поле было. Ну поле, засаде было. Раз, пришла одна. Он стал изучать второй приход, изучает. Раз, сцеляли. И выстрел. Россия такой нету. Если кто-то в России есть, пусть скажет. Пусть скажет. И покажет. И покажет. Мы его приглашим сюда, в Дагестан. Варкала, варкала. Будем с ним знакомиться. От души. Ну, я хочу Диме. Пусар. Дима. Ага. Отчество, как его? Шаханов Дмитрия, отчество не помню. Ну, Дима. Мы его знаем, Дима. В Дагестан он приезжает, очень такой позитивный человек, который любит друзей, ценит свой, охот общество. Законопослушный гражданин России. Все рамка закона. Я бы хотел ему сказать, Дима, мы тебя любим, мы тебя всегда рады видеть в Тагестане. Ждем Дима в гости? Дима, всегда, Дима. Один из позитивных человек в России, могу сказать. Вот я улыбку когда вижу, хотя его заочин знаешь, Мухаммад друг, смотрю ролики там. Пусар же, да? Пусар этот. Сейчас рыкасали фирма. Да, фирма. Пусар там. И вот это там, приезжал там, проходил, все это, изучал, анализировал. Ну, приятно его фирмы смотреть. Да, да, честно говоря. Вон, Дима, приезжай, мы тебя. Велком, Дагестан. Вон, на той скамеечке можно отдохнуть там. Стол, скамейки, шашлык. Сюда, сюда. Вот у нас вот такая сильная команда, волчатники, стрелки. В общем, шикарно. Приезжая в Дагестан, отдыхать и охотиться, здорово. Ооооо. Оооо. Субтитры создавал DimaTorzok